Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Кокаин в вине. В суд направлено уголовное дело о группе наркозбытчиков, которые растворяли наркотик в алкоголе и перемещали через границу. Контрабанда историко-культурных ценностей. Сотрудники таможни помешали незаконной перевозке икон XIX века. Важно не количество, а качество. Об экспертизах и редких видах исследований. Репортаж Натальи Игнатенко. Какую помощь населению могут оказать сегодня эксперты и каковы их возможности? Поговорим с начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иваном Сысой. А также Венеция по-воронежски, необъяснимый провал грунта и драка воспитанников детсада в Красноярской области. Оставайтесь на «Беларусь-4». И начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. В Гомеле на пожаре в квартире первоклассница спасла свою мать. Когда 7-летняя девочка почувствовала запах гари, она сразу поспешила в соседнюю комнату и увидела, что там горит ковер, а на полу лежит ее мать. Девочка разбудила женщину, вызвала спасателей, а затем вышла с мамой на лестничную площадку. Пожарные потушили возгорание, а 32-летнюю хозяйку квартиры передали медикам. В Гомеле, выпав из окна многоэтажки, насмерть разбился трехлетний ребенок. Это произошло 13 мая около 9 утра на улице Макайонка. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Мальчик проживал с бабушкой и дедушкой. На момент ЧП он находился в комнате один. Москитной сетки на окне не было, но, как утверждают следователи, две створки рамы оказались открытыми, и малыш упал вниз на бетон. По основной версии, ребенок смог открыть окно самостоятельно. Правоохранители напоминают взрослым о недопустимости оставления в опасности несовершеннолетних детей. Областной центр на выходных принял удар стихии. Затопленными оказались центральные улицы Гомеля. Мощный ливень, который выборочно накрыл город, стал причиной затора транспорта на улице Советской. Коллекторные решетки не справлялись с потоком ливневых вод. Они затопили даже газоны и тротуары. Но обошлось без происшествия. Сотрудники МЧС оказались на пожаре вовремя и спасли двух человек. Огнеборцы поделились видеокадрами ликвидации возгорания в одном из гомельских общежитий на улице Советской. Горели две комнаты на 11 этаже. Чтобы добраться до очага возгорания, спасателям понадобилась спецтехника. Из горящих комнат огнеборцы спасли двух женщин, которые потом были госпитализированы. Также помощь медиков была оказана и двум жильцам из соседних квартир. Пострадавших вовремя обнаружили спасатели. В суд передано уголовное дело о группе наркоторговцев, которые возили растворенный в вине кокаин. Преступников задержали еще в мае прошлого года, когда в пункте пропуска «Новая Гута» на легковом автомобиле они попытались провести бутылки с алкоголем через границу. Сотрудники таможни заподозрили неладно и провели задержание. Как потом оказалось, это была целая наркосеть, состоящая из группы людей. Во главе стоял украинец. Также в наркокартель входили шестеро жителей Гомельского района. Украинка пыталась незаконно перевести через границу иконы, которые представляют историко-культурную ценность. В пункте пропуска «Новая Гута» при проведении таможенного контроля выяснилось, что багаж гражданки содержит товары, запрещенные к перемещению. На дне чемодана таможенники обнаружили семь икон периода царской России, конца 19-го – начала 20-го века, завернутые в ткань. Эксперты установили, что иконы относятся к категории культурных ценностей, и среди них есть редкие экземпляры. Их оценили в 3,5 тысячи долларов США, что превышает установленные нормы беспошлиного ввоза товаров. Значит, административный процесс, иконы изъяты до решения суда. Свыше 45 тысяч экспертиз и исследований различной степени сложности провели сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области в прошлом году. Больше половины из них судебно-медицинские. Любой следователь скажет, чем больше объективных заключений экспертов в уголовном деле, тем увереннее можно принимать процессуальные решения. Вот почему при общем снижении уровня преступности число проводимых исследований на убыль не идет. Мало кто знает, но среди территориальных подразделений Гомельская область на протяжении вот уже нескольких лет удерживает лидерство по количеству выполняемых экспертиз. А наиболее востребованных из них и редких в сюжете Наталья Игнатенко. Сегодня комитет судебных экспертиз проводит исследования по ста различным видами направлениям. Каждая шестая экспертиза, криминалистическая, в прошлом году было проведено около 13 тысяч осмотров мест происшествий, в ходе которых было изъято более 5 тысяч оставленных следов. Работа экспертов на первый взгляд особо не видна, однако она очень кропотлива и ответственна, ведь в их руках без преувеличения судьбы конкретных людей, а значит ошибиться нельзя. В последнее время, благодаря техническому прогрессу у криминалистов появились возможности устанавливать личность преступника по горячим следам. Модернизированная система дактилоскопического учета работает в круглосуточном онлайн-режиме. При необходимости она способна выдавать результат в течение 15 минут. На месте преступления, в принципе, работает сотрудник, эксперт-криминалист, который обрабатывает дактопорошком все, после этого изымает следы и направляет к нам по специальным защищенным каналам связи. После этого сотрудник, который находится в нашем отделе, вводит данные следы в базу данных и сравнивает их при помощи системы АДИС Дакта-2000. Мы ставим на учет отпечатки пальцев лиц, которые подозреваются в совершении преступления, а также военнообязанных и других лиц, которые подпадают под действие закона о государственной дактилоскопической регистрации. Эта новейшая технология помогла правоохранителям доказать вину убийцы-таксиста по делу, которое более 30 лет считалось нераскрытым. Так случилось, что в 1984 году вину подозреваемого доказать не удалось, и злоумышленник залег на дно. В поле зрения сыщиков попал случайно. Оперативные работники изъяли следы ладоней с данного автомобиля «Волка». После этого данные следы находились в уголовном деле. Однако спустя некоторое время, а буквально 30 лет, данные следы попали к нам. Наш сотрудник при вводе данных следов ладоней установил совпадение с отпечатками ладоней человека, который проходил по грабежу, который был совершен определенное время назад. Этот человек был ранее судим. И после того, как мы сообщили данную информацию о том, что следы совпали оперативным сотрудникам, ими были приняты соответствующие меры по задержанию и установлению убийц по данному факту. Одна из самых востребованных экспертиз сегодня – тросологическая. Опытный эксперт Андрей Гулевич внимательно осматривает автомобиль и пытается восстановить его идентификационный номер. Выбитые на кузове ВИН из-за коррозии не читаются. По этой причине владелец «Опеля» не смог пройти техосмотр. Если в ходе более тщательного исследования специалист увидит преднамеренное повреждение, то встанет вопрос об установлении способа повреждения и первоначального содержания ВИН-номера. Кроме того, независимый эксперт выяснит, вносились ли изменения криминального характера. С выданным заключением автовладелец сможет проходить техосмотр и совершать сделки с машиной без неожиданных сюрпризов. Часто встречаются случаи, уже сейчас просто номер сгнивает, и люди сами уже переваривают. Был грузовой автомобиль, где было набито два номера. Один внизу, и второй под краской чуть выше. То есть нормальный номер был под краской, его не заметили. А ниже набит кустарным способом, точно такой же идентификационный номер, то есть одинаковые два номера в одном месте практически. Никаких вопросов в течение 4-5 лет он пользовался машиной не возникало. Но вот при передаже возник этот вопрос. Скрупулезно ищет истину, но уже в другой плоскости и Андрей Тищенко. Он устанавливает подлинность различного рода документов. Денежные купюры – тоже предмет досконального исследования. Эксперт не скрывает – чаще фальшивомонетчики подделывают стодолларовые купюры, реже – белорусские рубли. Они имеют около 20 защитных элементов. И тем не менее находятся умельцы, которые не прочь размножить белорусскую национальную валюту. Совсем недавно на Гомельщине было выявлено несколько фактов сбыта поддельных денежных билетов. Это были денежные билеты номиналами по 50, 20, 10 белорусских рублей. Было установлено, что они выполнены способом цветной струйной печати, без имитации каких-либо средств защиты. Как чаще всего и бывает с белорусскими деньгами – это подделки низкого качества. Объектами технической экспертизы документов являются, кроме денежных билетов, это, в первую очередь, бланки документов различного вида. Также это оттиски печати, сами печати. Это пишущие машины, принтерные устройства, любая продукция, выполненная, скажем так, на бумаге. Все, что отпечатывается каким-либо образом, все это мы устанавливаем, идентифицируем. Компетентное заключение судебных экспертов имеет силу доказательства в суде, в органах госвласти и управления, в коммерческих структурах, где принимаются решения. А значит, у представителей этой профессии нет права на ошибку. Наталья Игнатенко, Александр Харлампов. Специально для программы «Дефакто». Без работы экспертов сегодня не обходится расследование практически ни одного уголовного дела. Люди работают с уликами и проводят исследования, которые на чаше весов Фемиды, богини правосудия, играют главную роль. На основании заключения экспертов строится работа следователей и прокуроров, выносятся обвинительные или оправдательные приговоры, решаются конфликтные ситуации и дается оценка действиям специалистов самого разного уровня. Без Государственного комитета судебных экспертиз сегодня невозможно представить нормального функционирования правоохранительные системы. Эксперты – важнейшее звено в борьбе с преступностью. О том, как функционирует ведомство и какими возможностями сегодня обладают его специалисты, поговорим с начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иваном Сысой. Иван Степанович, здравствуйте. Добрый вечер. Объективность в работе экспертов – это, наверное, главное. Насколько сегодня удается обеспечить объективность в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области? В Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь создана достаточно стройная и строгая система контроля качества работы эксперта. Достаточно сказать, что нормативными актами нашего председателя предусмотрены как контрольно-методическая работа на местах, в каждом межрайонном отделе, в управлениях по областям, так и центральным аппаратам. То есть наша задача – не допустить того, чтобы ошибочное заключение попало в руки инициатора назначения экспертиз без тщательной проверки его качества. Поэтому мы будем добиваться высочайшего качества так, чтобы у правоохранительной системы, у судов и у граждан не было и тени сомнения в том, что экспертиза может быть подвергнута сомнению. Благодаря чему сегодня это все больше и больше возможно? Ну, во-первых, это подбор, обучение, расстановка кадров. Постоянно эксперты повышают свой профессиональный уровень. В каждой должностной инструкции эксперта записано, он обязан повышать свой профессиональный уровень. У нас в центральном аппарате имеется свой институт повышения квалификации, переподготовки кадров. Есть и научно-исследовательская база. Наиболее опытные и сотрудники, и руководители занимаются профессиональным обучением наших экспертов на постоянной основе. С какими видами подделок сегодня имеют, скажем так, дела эксперты? Да, я имею в виду это и денежные средства, и документы, и другие материалы. Экспертные подразделения поступают как денежные билеты различных достоинств различных стран мира, так и другие документы, в том числе, начиная с простых накладные различного рода, товарно-транспортные накладные, так и сертификаты прохождения техосмотра, водительские удостоверения. Любые виды документов, паспорта и так далее. И мы достаточно широко используем наши возможности, тем более, что они достаточно высокотехнологичны. У нас есть образцы всех документов, не только нашей страны, но практически паспорта всего мира, валюты всего мира. Естественно, у нас есть каталоги эти специальные, и нам помогают определять по степени их защиты, где документ подделан, либо денежный билет. Конечно, что и говорить, даже вот такая история, как установление личности погибшего летчика, самолета Ил-2, станки которого были найдены накануне освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 75-й годовщины. Можете привести подобные истории еще? Во-первых, мы считаем честью участвовать в этой работе, дабы каждый солдат, который погиб за нашу свободу, независимость, все-таки нашел, обрел то место погребения, как и положено, чтобы родственники его узнали, как он погиб, где погиб, и смогли отдать дань памяти этому человеку. Такие случаи не единичны, благодаря совместной работе с поисковыми отрядами, которые у нас работают в стране, они иногда обращаются к нам за помощью. Это такие примеры, как расшифровка сведений солдатских медальонов после 70 лет в земле. Естественно, что без специальных навыков познаний и техники невозможно бывает даже извлечь из этого медальона ту записку, в которой написаны данные, а тем более ее прочитать, потому что время стирает все. Что касается самолета Ил-2, там мы идентифицировали, помогали распознавать номер этого самолета, а уже потом поисковики работали с архивами, установили личность погибшего летчика, ну а потом уже установили, где их находятся родственники, и они были уведомлены, что в этом месте погиб их родной человек. Такая работа нами проводится на безвозмездной основе, свободное от основной работы время, но наши сотрудники считают за честь помочь в этой работе, и это действительно так. Это большая и благородная работа не только для общества в целом, но и для родственников этих людей, останки которых находят. Такая проблема, как незаконный оборот наркотика, ведь без экспертов не обходится практически ни одно уголовное дело в этой среде. Какой именно вид экспертизы проводят исследователи? Это специальный вид экспертиз, экспертиза наркотических средств, психотропных веществ. Значит, это химическая экспертиза, которая проводится у нас в управлении как в Гомеле, так еще она проводится в Жлобине, Светлогорске и в Мозере. Ну, необходимо сказать, что государство у нас обращает на это зло большое внимание, мы не стоим в стороне, и в соответствии с действующим законодательством органу уголовного преследования необходимо в кратчайшие сроки получить сведения о том, является ли изъятое вещество запрещенным видом у нас в стране. Это необходимо для того, чтобы принять объективное решение, потому что зачастую именно наше заключение является основанием для возбуждения уголовного дела. У нас достаточно высокотехнологичная аппаратура, не только в областном центре, но у нас работает хроматоматспектрометр и в городе Мозере. Более того, могу сказать, что в Государственном комитете создана чуть ли не единственная система в мире контроля за выпускаемыми новыми запрещенными видами. У нас ведется картотека, мы изучаем не только те, которые у нас попались, мы изучили их и дали заключение, но и в других странах, если они уже где-то вышли. То есть мы опережаем, мы работаем на опережение так, чтобы своевременно знать, какие психотропные вещества, они заносятся в специальный республиканский перечень, и в соответствии с этим мы постоянно работаем на упреждение. Почему? Потому что это высокооплачиваемая преступная деятельность, и поэтому тоже преступники не стоят на месте, они используют познание в науке и технике, в той же химии и создают все новые и новые виды наркотиков, средства их утаивания, дабы опередить правоохранительную систему. Мы ставим над этим заслон. Сегодня век компьютерных технологий, очень часто специалистам Госкомитета приходится проводить компьютерные экспертизы. Можно ли сегодня, например, родителям отследить, что делал в интернете, как проводил свое свободное время их ребенок, и сделать какие-то выводы? Да, это возможно сделать. Единственное, должен сказать, что это делается на оплатной основе. Родители несовершеннолетних, подчеркиваю, несовершеннолетних детей вправе обратиться к нам, заключить договор, согласовать поставленные вопросы, и мы можем проследить, куда, на какой сайт выходили с этого телефона, либо компьютера, значит, какой информацией интересовался ребенок. Более того, мы можем определять и место, где он находится в то или иное время. В каких ситуациях это может быть полезно? Вы знаете, вот когда-то прошла волна таких темных детских игр, где доходило до того, что дети кончали жизнь самоубийством. Это негативно сказывалось не только в нашей стране, особенно это охватило Россию. Естественно, что мы обратили на это внимание и пропагандировали такой вид деятельности. Почему? Потому что все наши действия должны быть направлены на защиту наших детей, и оградить их неокрепший ум и влияние изне, тем более такого негативного. Жизнь, здоровье ребенка, наверное, превыше всего. Поэтому мы готовы эту услугу оказать не для того, чтобы нарушить права ребенка, его личное пространство и так далее, а для того, чтобы уберечь его от необдуманных поступков, тем более, не дай бог, трагических. Дактилоскопическая база и база ДНК, она общая по всей стране? Да, она общая по всей стране. Но база ДНК, ее место хранения в Центральном аппарате Госкомитета, а базы дактилоскопические областные, они находятся в каждой области. Постоянно они накапливаются. У нас есть закон о государственном дактилоскопировании. А база ДНК в тех случаях, когда к нам обращаются либо правоохранители, мы берем образцы ДНК, либо по другим вопросам у нас попадают. Мы эту базу формируем, она сформирована достаточно глубоко и позволяет нам сегодня решать очень многие вопросы, в том числе и по старым делам, там, где у нас были изъяты образцы, однако не было с кем сравнить. Сегодня это удается, и благодаря этому раскрываются, в том числе и тяжкие преступления прошлых лет. Скажите, а исследования на полиграфе, на детекторе лыжи проводят сотрудники Госкомитета в Гомельской области? В Гомельской области нет. Центральном аппарате эксперты-полиграфологи есть. Есть такой опыт, действительно, это иногда очень востребованный вид, там, где не удается с помощью других видов исследований установить, все-таки человек говорит правду или лукавит. В этом случае у нас достаточно опытные эксперты в Центральном аппарате, и ему удается с этим работать. Но я думаю, в перспективе появится эта техника, и подготовленные эксперты и в областных центрах. Я надеюсь, и думаю, что это не за горами. Экспертиза по установлению отцовства, да, ведь тоже это наиболее популярная, наверное, услуга, предоставляемая сегодня Комитетом госэкспертиз. Как часто люди обращаются? Довольно-таки часто я могу сказать, что мы без работы не сидим, это точно. Люди обращаются для установления степени родства, именно биологической степени родства. Но прежде всего они возникают из последующих гражданских прав. Это либо имущество, либо какие-то другие вопросы, вопросы тех же выплат алиментов и так далее. И мы успешно решаем эти задачи. В основном они на платной основе, когда это касается гражданских дел, реже уголовных дел. Но во всяком случае у нас достаточно опытные эксперты. И возможности, наверное, технические. Совершенно верно. У нас отработана уже система этой работы. Четко и ясно. Мы информируем, когда прийти. Мы берем сами образцы у них, у детей и у родителей. И делаем эти исследования. Иван Степанович, я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо и вам, что пригласили в студию. Повершите, пользуясь случаем, поздравить с недавним международным днем семьи наших телезрителей. Пожелать им мира, добра и благополучия в их семьях. Всего вам самого хорошего. Ну а далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. В Киреевском районе Тульской области произошел провал грунта глубиной с пятиэтажный дом. Это случилось прямо посреди огорода одного из местных жителей. Котлован породил массу легенд о подземных ходах и тайных подкопах времен Золотой Орды. Но ученые уже сделали более логичные предположения. Рассматриваются две версии обвала. Наличие близко к поверхности карстовых пород и расположение рядом старых шахт, которые в свое время были некорректно закрыты. Это, по мнению специалистов, и привело к такому карстовому провалу. Штат Техас. Озеро Данлэп. В объектив камер видеонаблюдения попал момент, когда в системе регулирования уровня воды порвало шлюз. Гидротехническое сооружение не выдержало нагрузки и развалилось под давлением воды. Теперь жители прибрежной территории реки, в которую убежало озеро, опасаются разлива. Затопленные кафе и магазины, вода по пояс на улицах города и настоящие озера во дворах жилых домов. Последствия ливня в Воронежской области надолго запомнятся жителям Россоши, пересевшим в тот день из автомобилей в лодке. Ливень лил весь день и стих только к вечеру. Улицы города превратились в рейки, передвигаться по которым можно было вброд или вплавь. В двигатели автомобилей попадала вода, и они глохли прямо на дороге. У нас теперь своя Венеция, делились комментариями в сети пользователи местных сообществ и выкладывали многочисленные видео с резиновыми лодками на улицах Россоши. Покатались как на качелях на вершине небоскреба. Мойщики окон из Оклахома-Сити случайно стали заложниками собственной люльки, которую сорвал ветер и стал раскачивать на 250-метровой высоте. Корзину удерживала подъемная стрела, но контролировать люльку было невозможно. Раскачиваясь, она билась о здание, принося разрушение. Но трагедии удалось избежать. Спасатели смогли стабилизировать подвесную корзину, и рабочие благополучно спустились на крышу здания Девонтауэр. В сети появилось видео, как во время прогулки в детском саду Красноярска на одного ребенка нападают несколько сверстников и бьют его. При этом воспитатель, судя по кадрам, не обращает внимания на происходящее. После того, как видео разлетелось по соцсетям и СМИ, следователи Красноярского края заявили, что проверяют действия воспитателя, не отреагировавшего на избиение ребенка его сверстниками. Хотя многие склоняются к тому, что дракой произошедшее назвать трудно. В сети обсуждают причины странной аварии в Пинске, попавшей на камеру наружного наблюдения. Выполняя разворот, водитель седана по непонятным причинам не вывернул руль в исходное положение и продолжил движение по кругу. Выехал на пешеходный переход и врезался прямо в столб. Повезло, что никого не зацепил. Пешеходы, которые стояли на тротуаре, успели отойти в сторону. Может, заклинила педаль газа, а может, колесо делится мнениями пользователей в интернете. Вот что бывает, если не уступить дорогу грузовику. В Оклахоме женщина-водитель на своем внедорожнике, выезжая со второстепенной улицы, попыталась обогнать большегруз по обочине. И это почти удалось. Но на выходе из-за виража машину занесло, ударило об отбойник, а потом о легковушку, которая шла следом. Никто не пострадал. Отец девушки отдал видео в полицию в качестве наглядного пособия, как не нужно выезжать на главную дорогу. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин